Сразу четыре спортсмена национальной команды Беларуси погребли на байдарках и каное, приехали на базу Березина. Нашли время в крайне плотном рабочем графике. К слову, трое из них – Надежда Макарченко, Владислав Литвинов и Дмитрий Третьяков – воспитанники этой школы. Свою альмаматор не забывают и при возможности всегда рада её посетить. Но таким составом они здесь впервые. Я доволен своими достижениями в этом году, особенно на чемпионате мира. Мы взяли лицензию в четвёрке на 500 метров. Лицензия берётся в данный момент на страну, то есть не на человека. Поедем мы на Олимпийские игры или не поедем – это ещё неизвестно. В следующем году будет всё заново и будет период отбора, и надо завоевать своё место в этой четвёрке. Герои дня приехали, чтобы пообщаться с тренерами и воспитанниками и рассказать о своих последних достижениях. Они действительно внушительные. Это лето для призёров вторых европейских игр и чемпионата мира по гребле на байдарках и каное. Надежда Макарченко выдалась поистине жарким. Много трудилась, завоевала серебро и бронзу. Недаром однажды её окрестили самой молодой перспективной спортсменкой в мире гребли. Чемпионат мира, конечно, был немножко тяжеловат, так как проходил уже в конце лета, в конце сезона. Потом уже немножко и подустали, и очень жара там была, высокая температура. И, ну, людей много. Это даёт о себе, конечно, знать, но как бы есть результат, и это хорошо. Третье место на чемпионате мира, который проходил в августе в Венгрии, Надежда разделила вместе с Ольгой Климовой. Их экипаж коной двойки в финальном заезде на дистанции 500 метров уступил китаянкам и венгеркам. Сегодня девушки готовятся к тестовым соревнованиям, которые пройдут в Токио в рамках Олимпийской недели. Просто посмотреть, как твой организм как бы в этих условиях будет жара. А если поедем в следующем году в Токио, то там это будет другой месяц, это будет ещё жарче. Нужно просто посмотреть, как организм ведёт себя в этих ситуациях. На память о долгожданной встрече гости подарили своим тренерам, которые помогли им добиться серьёзных результатов, приятные сувениры. Те в долгу не остались и также презентовали своим воспитанникам подарки. А ученикам школы достались плакаты и фотографии с автографами спортсменов.